Граждане, послушайте меня. Скандал, скандал необычный, элитный скандал, Европол открыл, что за, так сказать, истекшие несколько лет, там, за истекшие три года, крупные, серьезные футбольные клубы в Европе сделали 680 договорных матчей, то есть сливали друг друга. Это первая часть скандала, и интересно, что большая часть договорников, так называемых, приходится именно на культурные, просвещенные европейские страны, поэтому тот, кто слышит меня сейчас и видит, и думает, что это Анжо, Терик, там, еще что-нибудь, какой-нибудь там, авангард в Новосибирске, или что-то в таком духе, прошу прощения, в Новосибирске, так это не так. Это серьезные, хорошие, профессиональные европейские клубы, почему они устраивают договорные матчи, надо кормить семьи. Ведь вы знаете, что у футболистов большая зарплата, у хороших футболистов, и чем больше она, тем больше расходов. Поэтому выяснилось, значит, с удивлением выяснилось, что договорники устраивают не молодые футболисты, которым нужно там прокатиться на шикарной машине, а серьезные, хорошие игроки после 27 лет. После 27 лет в 6-7 раз возрастает опасность, что человек купится на договорное, значит, это предприятие. Самое пикантное, что все как в детективе, в плохом детективе, руководит этой сетью китаец из Сингапура по прозвищу Дянь-Тянь. Поскольку я занимался чеконгом, то я немножко могу сказать на эту тему. Дянь-Тянь, вот посмотрите внимательно, это вот точка чуть-чуть на два пальца ниже кубка. Вот, и там находится нервный центр, который многие считают мозгом, вторым или третьим мозгом в человеческом теле, потому что там очень много и очень сложные функции. Мне это очень понравилось, что у него такое прозвище, во-первых, во-вторых, что Сингапур его не хочет выдавать, а в-третьих, что именно он всем этим делом руководит. Это ставит как бы на общую планку и серьезных, хороших, культурных, значит, чиновников ФИФы и других футбольных организаций, и хороших, так сказать, думающих о своих семьях игроков с мировыми именами, и совершенно проходимную такую жуткую фигуру мафиозную, вот как этого самого Дянь-Тяня и Сингапура. Почему Сингапур? Очень просто, потому что Сингапур очень целомудренная страна. Она в свое время отказалась принимать, если я только не ошибаюсь, если это речь идет, значит, об этой стране, отказалась принимать вертолеты советские, куда были вставлены израильские приборы. Почему? Ну, сионизм, сами понимаете, это нельзя такое, нельзя допустить. Вот, и получается так, что все целомудренные, все хорошие, и все совершают поступки, о которых, в общем, и представить мы себе этого не могли. Мораль хочу сказать, значит, прослушайте граждане меня, дело в том, что очень опасно ходить в храм, в церковь, в мечеть, в синагогу по пятницам, воскресеньям и субботам, потому что в остальное время человек может себе позволить совершать другие поступки, совершенно нисходящиеся с Божьим воскресным, субботним, пятничным днем. Поэтому все время нужно видеть над собой и в око, и все время понимать, что больше двух тарелок супа не сожрешь. Спасибо за внимание.